Исследовательским институтом правовой политики при Министерстве юстиции совместно с представительством региональный диалог в Узбекистане организована международная конференция на тему актуальные вопросы и перспективы цифровизации судебно-правовой деятельности. В центре внимания экспертов были вопросы совершенствования применения цифровых технологий в борьбе с коррупцией и разработке правовых основ цифровизации. Сегодня цифровизация государственного управления является объективной необходимостью для создания качественно новой и современной системы деятельности. Глобальная пандемия доказала необходимость применения цифровых технологий в предоставлении государственных услуг. В результате были созданы инновационные программы, которые заложили основу формирования электронного правительства. На конференции местные и международные эксперты говорили о существующих возможностях комплексного использования цифровых технологий. Также использование искусственного интеллекта для аналитического рассмотрения. Кроме того, эксперты акцентировали внимание на новых угрозах безопасности — кибератаках. Были очень много заслушанных презентаций разных экспертов из разных стран, были представители из Европы. Экспертами были также отметены, что хранение, распространение данных, они имеют очень важный характер, который необходимо именно отметить в конституции страны. То есть, именно какая информация должна будет храняться, кто будет их хранить, как их распространять. Указ президента о мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики предусматривают создание системы виртуального правосудия. Особый акцент был сделан на совершенствовании цифровизации органов суда. Кроме того, были предложены современные методы по подготовке кадров в этой сфере. Также экспертами было отмечено о проводимых в Узбекистане системных реформах, а также о достижениях, о принятых нормативно-правовых актах за последние годы. Мы прекрасно все знаем, что за последние годы было принято 20 нормативно-правовых актов в данной сфере. В итоге конференции национальные эксперты и зарубежные эксперты дали конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию. Все это мы обобщим. По итогам конференции будет издан сборник научных статей. Желающим опубликовать свои статьи сборники необходимо до 20 июня 2022 года отправить свои статьи по электронному адресу Научно-исследовательского института правовой политики.